Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Обычно в пятницу в это время мы подводим итоги недели. И действительно, эта неделя была очень бурной на события. И, наверное, одно из таких ключевых событий политических – это обсуждение главного финансового закона страны. Вот так вот припозднились мы с бюджетом 2019 года. Уже полным ходом идет 2019 год, а бюджета все нет. Ну, видимо, ко второму счету мы подошли. И сейчас о том, что происходит с главным финансовым законом страны и о тех предложениях от оппозиции, которые поступили, мы поговорим как раз с человеком, с депутатом Сейма, который работает в комиссии по бюджету и финансам, Игорем Пименовым, хорошо знакомым. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот, может быть, я сначала для затравки такой вопрос хочу прокомментировать. Игорь, ну, у вас большой опыт вообще работы в парламенте и в политике. Вот Калин сейчас, наш премьер-министр, на каждом углу повторяет бюджет, технический, бюджет технический. Кто-то уже даже пошутил, что раз бюджет технический, может быть, и кабинет министров технический. Да, хотя вроде бы составлен он из представителей партии. Там никаких чиновников нет, там все вот партийные деятели. Что вообще происходит, что такое технический бюджет, и значит ли это, что всем депутатам, дам команды, расслабьтесь, мы, вы тут только нужны для того, чтобы кнопки нажать, собственно говоря. То есть, техническим бюджетом обычно, традиционно называют бюджет, который парламент, не только в Латвии, наверное, в любой стране, вынужден принимать в начале очередного календарного года, в том случае, если в предыдущем, в ушедшем году парламент не успел по каким-то политическим и административным причинам бюджет этот принять. И тогда приходится жить по плану финансовому, который был под 12-й части плана предыдущего года в январе месяце, в расчете на то, что на остальные 11 месяцев все-таки бюджет будет допринят. Примерно та же ситуация сложилась, не просто примерно, а такая ситуация сложилась в Латвии в этом году, как вы, наверное, помните, зимой были горячие страдания по поводу того, кто же у нас будет премьер-министр, каково будет правительство. Между тем, надо было уже как-то планировать расходы, поэтому ушедшее уже правительство предложило проект бюджета, который стал таким техническим. Вместе с тем, осталось под вопросом, как же нам привести до конца этот 2019 год, следующие очередные, оставшиеся 11 месяцев. И тогда уже новое, получившее доверие парламента и правительства, пришло со своим планом, собственно говоря, о котором вы и заговорили сегодня, Абик. Да, и господин Карьевич, это первое, что он сказал, он обратил внимание, что, дескать, парламентарии, вы тут особо не надеетесь, это всего-навсего технический бюджет. Раслабьтесь, мы тут сами все попринимаем, да? Потому что, как бы, уже много времени прошло, и нам сейчас очень важно приготовиться по большим вообще таким реформам структурным, которые нам еще предстоят в последующие 2-4 года, по крайней мере, до избрания 14-го сейма, которое, как мы понимаем, будет в 2022 году. То есть, этот бюджет, о котором мы говорим сейчас, он как бы подготовительный. И вот в этом философии этого бюджета, поэтому там особо ничего не затрагивается, никаких революционных изменений не делается. Но за этим всем стоит, по большому счету, еще и нежелание, в чем, я уверен, основополагающих фигур латвийского правительства, что-либо менять в том экономическом эскизе, финансовой политике, которая проводилась у нас, вот начиная с послекризисных первых лет, с 2009 года. В частности, было сказано, что никаких изменений в налоговой политике и не ждите. Надо работать с всеми ставками налогов, которые сейчас есть. И только потом, когда будет понятно, какие структурные реформы мы будем затевать, тогда мы поговорим и о налогах. И тут есть что сказать. С одной стороны, действительно, очень сложно предпринимателю работать, когда у тебя правила налогообложения меняются каждые полгода. Это очень хорошо понятно. Причем самая большая нагрузка падает на плечи бухгалтеров. У каждого из слушателей наших наверняка есть знакомый бухгалтер, у которого в щелочку суживаются глаза, когда он начинает говорить о правительственной политике в отношении налогообложения и новых правилов и процедур, которые принимает Кабинет министров, исходя из необходимости эти новые налоговые правила выполнять. Вот сейчас некоторая пауза взята, чтобы ничего не менять. И с этим можно считаться. Это действительно надо, чтобы какие-то правила устояли, чтобы мы до конца поняли, хорошо это работает или все-таки надо менять. Но, с другой стороны, есть совершенно очевидная потребность в том, чтобы, по крайней мере, закладывать некоторую работу на дальнейшее реформирование налоговой системы. Не далее, как три недели назад Латвия получила, наконец, заключение Еврокомиссии из Брюсселя о моментальной фотографии нашей экономики, социальной сферы, с теми задачами, которые стоят при Латвийской Республике. На фоне всех других государств Европейского Союза и среднего, так скажем, уровня экономического и финансового развития среднеевропейского государства, членов Европейского Союза. И там вполне адресно показано и сказано, что в Латвийской Республике высокий уровень социального неравенства объясняется не в последнюю очередь тем, что у нас очень слабая прогрессивность налогообложения. Вот за этим же самым столом мы с вами уже говорили не раз, АВИК, и, наверное, слушатели наши тоже помнят, я пытался доказывать и защищать необходимость введения более серьезной, более решительной прогрессивности в обложении доходов физических лиц соответствующим налогам. Вот сейчас об этом нам казала просто Европейская комиссия. Понятно, что нынешнее правительство к этому касаться не будет. Как уже, собственно, об этом заявил господин Каренчич. Но, по крайней мере, сказать, что мы это будем делать, все-таки следовало бы. И одно из предложений, которое я унес в бюджет, это, собственно говоря, задание Кабинету министров о том, что такую работу провести надо. То есть, хотя бы не с этого года, так совсем еще. Да, причем не касается не только о том, чтобы что-то повысить, что-то сделать, ужесточить, речь идет просто даже о приведении в некоторые, ну, в упрощении, в оптимизации налоговой системы. Хорошо, Игорь, а вот извиняюсь, что я перебиваю, но это очень важный момент. Но вот нет ли такой опасности, потому что, знаешь, когда вот вводе предложение хорошее, а потом, когда она внедряется, то получается, вот как с нашей налоговой реформой, выяснилось, что 56 тысяч совершенно честных налогоплательщиков теперь государства оказались должны, потому что решили применить прогрессивность ставки 20 и 23, да, ну и мы знаем, чем это все закончилось. Да, 56 тысяч граждан теперь заполняют декларацию доходов и… Да, я как раз буквально, хоть и в своем последнем предложении об этом стал говорить, о том, что необходимо не только вводить какие-то новые ставки, необходимо упростить и оптимизировать саму систему налогообложения. То есть, прежде всего, не только оппозиции, об этом говорил Юрий Спуц, и в декабре прошлого года, когда он еще не был никакой министр, а был только депутат Сейма, о том, что надо отменить налог солидарности, а всю систему применения прогрессирующей ставки сконцентрировать в законе о налоге на доходы физических лиц, раз. С своей стороны, я обращаю внимание, что депутаты согласия были категорически против введения так называемого дифференцирования благаемого минимума, который заключается в том, что с увеличением, чем больше доход физического лица, тем меньше этот самый необлагаемый физический минимум, а по достижению некоторого дохода, достаточно большого, в принципе, необлагаемый минимум для него тогда отменяется. Вот такая регрессивная система применения необлагаемого минимума должна была в 2015 году, по задумке еще господина Шерадона, дай бог памяти, он тогда был министром экономики, как бы скомпенсировать потребность в этой самой прогрессивности. Теперь у нас действует все вместе, и прогрессивный налог, и регрессивный необлагаемый минимум, и это все приводит... Да, но при этом программная система, система учета поступающих налогов осталась та же, которая была все последние 12 лет. Конечно, она модифицировалась, но суть и правила, основные алгоритмы учета поступающих налогов остались те же. Поэтому для того, чтобы все эти нововведения в 2017 году приняты осуществлять, нужно было делать некоторые правила, которые позволяли бы с используемым программным обеспечением выполнять принятые законы. В результате процедуры, которые были взяты на вооружение и утверждены в правилах Кабинета министров, привели вот к этим большим неприятностям, которые люди, которые совершенно даже не понимали, какие налоги они платили. Поэтому кто из нас реально действительно платит налоги, если речь о наемных работниках? Это обязанность законом возложена на работодателя. Конечно, и бухгалтерия перечисляет автоматически социальные налоги и подоходные. Вникают в это единицы. Конечно же, экономисты и работающие на предприятиях знают все это досконально. В этом, собственно говоря, их миссия. Но для наемных работников это темный лес, чаще всего. Поэтому, когда обращаясь вдруг в систему электронного… ЭДС, да. Да, электронная система службы госдоходов. Да, служба госдоходов. И там ты видишь, что у тебя долг, который может достигать нескольких сот евро, ни с того, ни с сего. Это, естественно, вызывает недоумение, оторпь, потом недоумение, а потом раздражение. И, вне всякого сомнения, этого нужно было избежать. Но, с другой стороны, об этом предупреждали. То есть, я к тому, что вот так просто остаться техническим правительством нашему, наверное, не удастся. Так просто дать поработать нашей системе налоговой, не трогая ее, не удастся, нужно будет делать значительную оптимизацию системы, тем, чтобы, возможно, больше решить те проблемы, с которыми столкнулись наши налогоплательщики в своей повседневности. Этого быть, конечно, не должно. Это компрометация государственной политики, какой бы она ни была, каким бы правительством она ни проводилась. И, по большому счету, это компрометация тех, по моему глубокому убеждению, правильных реформ, которые были приняты в семнадцатом году в налоговой сфере, но которые были приняты так, что мы пожинаем эти результаты очень горько. Но вот, к сожалению, так оно сложилось. Да. Вот такой вопрос хотел задать, не знаю, может быть, он такой риторический. Мы знаем, что ныне правящие партии чего только не обещали. Пятьсот евро как раз минимальная заработная плата, пятьсот евро необлагаемый минимум, повышение пособий. Три по пятьсот, называется. Да, три по пятьсот и так далее. Очень много чего было обещано. Пособия, зарплаты уже там медсестрам восемьсот евро, врачам тысячи семьсот. Не буду все это перечислять. Я так понимаю, что даже намеков ничего нету вот в бюджете 2019 года обо всем об этом. Не три по пятьсот, не два по пятьсот, ничего, да? Нет. Не два по сто, я извиняюсь. Это, и когда политикам, бывшим оппозиционерам, а ныне членам правительства или... Об этом вы напоминаете? Они очень обижаются. Говорят, да, да, конечно, не сейчас, а потом, мы не забыли, мы это сделаем, поживем, увидим. Пока что это все в бюджет 2019 года не включено. Но я хочу сказать, что на самом-то деле у нас остались всего семь месяцев до принятия бюджета 2020 года. Каким бы ни было, ну просто трудно представлять себе, что бюджет может быть не принят в следующую среду, на следующую среду, на следующую неделю, это было бы событие чрезвычайное. Если такое произошло бы, это бы означало, что правительство тут же уходило бы в отставку. Ну, не будет этого. Правительство, конечно, сохранит свои позиции и будет готовить бюджет следующего 2020 года. Вот там, я думаю, как раз и развернется самая главная баталия. Пока что даже тот профиль сопровождающих бюджет законопроектов показывает, что изменения финансовой политики косметические, даже больше того, у депутатов нету, так сказать, правового пространства, куда выносить свои предложения к бюджету, с тем больше чего-то добиваться. Есть сам бюджет, есть 14 законопроектов, где, собственно говоря, нету места, где можно было бы приложить свои усилия. Там, как правило, принимались, предлагаются сделать изменения, дополнения в законах, которые не касаются, значительно не касаются бюджета, а некоторых правил скорее применения, применения правил, которые уже были в силе прежде. Что касается вот предложений, которые подала фракция согласия, и вы в частности, что там? – Прежде всего, мы подали предложениями все требования, с которыми обратился союз работников области образования и науки, о повышении заработной платы учителей, которые годами обещались нашим школьным мастерам. Но все время это откладывалось, модифицировалось под разными предлогами. И когда пришло новое правительство, естественно, первые, кто обратились за должным, были учителя. И на этот раз им отказано. Наши предложения на бюджетной комиссии были выслушены, но депутаты правящей правительственной коалиции тоже их не поддержали. Мы будем докладывать их к парламенту, а значит и всей стране, которая будет слушать пленарное заседание в среду, эти предложения опять. Это касается не только преподавателей общеобразовательных школ, это касается детских садов. Мы дали предложение о повышении финансирования на развитие науки, как это предполагается законом. Откуда деньги, спрашивается на это все. Мы видим ресурс, как всегда традиционный ресурс, это тот пул непредвиденных расходов, который создается намеренно в бюджете для возможных случаев, чрезвычайных. Мы так раз считаем, что повышение заработной платы у учителя, которые на руки получают в среднем от 500 до 600 евро в месяц, по стране, это та самая чрезвычайная ситуация, которая должна быть решена. Кроме того, это исполнение дохода на добавленную стоимость, которая составляет наиболее большую сумму среди всех налоговых поступлений в сравнении с другими налогами. И кроме того, мы предложили брать деньги из дивидендов предприятий, которым будет государство. Латвейс Мэжи, в частности, и Латвэнерго. Мы полагаем, что задачу, которую... То есть обязанность, ответственность перед работниками общественной сферы, которую государство никто не снимал, должна быть выполнена в полной мере. Прошел кризис. Мы давно уже заявили о том, что мы вышли из кризиса. Раз так, тогда необходимо возвращаться хотя бы к тому положению, которое было до кризиса. Пока что это не произошло в отношении учителей. Это раз. Это касается, значит, требований профсоюза ЛИСДА. Кроме того, мои коллеги предлагали самые разнообразные предложения, имеющие отношение к непосредственным потребностям жителей нашей страны, да и режимам в частности. Мы говорили о необходимости выделения 4 с лишним миллионов евро для того, чтобы обеспечить возможность компенсировать потери жильцов денационализированных квартир. Это предложение тоже было отвергнуто. Значит, со своей стороны, я, вот как я уже сказал, я сформулировал задания правительству, которые не требуют никакой, которые не несут никакой финансовой фискальной нагрузки, но они, во всяком случае, указывают то направление, в котором необходимо развиваться инициативам к наступающему 2020 году. Это прежде всего изменение налоговой сферы, то есть разбитие проекта, который позволил оптимизировать налоговую область. Второе, это в ответ на многострадальную инициативу авторов коллективного заявления о отмене уплаты налога на единственное жилье, что само по себе представляется довольно спорным предложением, оно такое как бы очевидное, но за этим идут большие экономические последствия, которые могут непонятно к чему привести. Но, по крайней мере, заниматься-то этим надо. Этим надо хотя бы, да. Вы все говорили еще не облагаемый минимум жильевой площади. Вот я, собственно говоря, вот об этом, я такое задание. Вот, мы об этом обязательно поговорим во второй части. Тоже вот на такой интриге привелся неодолго, но вы все рекламы, я вижу, что есть и звонки во второй части, будем их принимать, не переключайте. Микс Ньюс. Ньюс. Рассмотрение не находится на рассмотрении всеми сейчас, и я не помню, что кто-то об этом говорил из министерства финансов. Хорошо, а вот какой может быть компромисс вообще? Ну, собственно говоря, я не вижу из компромисса, я признаюсь, компромисс, собственно говоря, оно само по себе уже является компромиссом, потому что в семь давно уже получил коллективное заявление о необложении налогом на недвижимость единственного жилья, если вы помните. Я недалеко, вот, по разным причинам, совсем недавно, сегодня утром заглядывал на платформу Монобал СЛВ, правда, смотрел другую инициативу, но заметил, что эта инициатива о необложении налогом единственного жилья уже собрала почти 50 тысяч подписей. Она рассматривалась в правительстве в прошлом, выводы для авторов эта инициатива неутешительная, признано, что она экономически мало обоснована, но, с другой стороны, есть потребность, которая заключается в том, что у огромного большинства жителей нашей страны жилье является единственным богатством. И, в первую очередь, это касается жителей больших городов. Вот те, кто нас сейчас слушает, скорее всего, это жители вот этих с районов, которые окружают центр, Пульсин, Пульсин, Сплявники, Золой Туде, Зепмиканс, у кого однокомнатная, у кого трёхкомнатная квартира, но это всё, что у нас есть. И налоги, которые мы платим, велики. Что делать? Предложение заключалось как бы в том, чтобы снизить это налоговое время, ввести необлагаемое налогом минимум, который бы заключался в том, что определённое количество квадратных метров жилья, того жилья, в котором задекларировано лицо, налогоплательщик, не облагалось бы налогом совсем. В 2014 году эта идея ещё предлагалась весной. В Сейме была создана рабочая группа, руководил я её бывший депутат Эмон Спарадникс. Я участвовал тоже в работе этой группы. Предложение было внесено мной, и оно было поддержано тогда некоторыми депутатами, в том числе и коалицией. Но потом, накануне выборов в Сейме, в 2014 году, оно было положено тогдашним председателем комиссии Янисом Рейсом под Сугной и не получило дальнейшего развития. Между тем, на мой взгляд, эта идея здравая. Если в квартире живёт, скажем, три человека, и квартира эта, ну, скажем, чуть больше 60 метров, то и остаётся платить налог только за это превышение в 60 метров. Это совсем небольшие расходы в сравнении с теми, которые необходимо покрывать сейчас. По-моему, это решение. Причём это касалось бы не только жителей городских районов, но и владельцев небольших домов на селе. Таким образом, это можно было бы решить. А как сделать так, чтобы самоуправление при этом не теряло бы деньги? У самоуправления есть возможность увеличивать ставку налогоблажения принятием соответствующих обязующих правил на территорию своего самоуправления. В том случае, по своему усмотрению, естественным образом, с сокращением налоговых поступлений от этих необлагаемых минимумов увеличивались бы расходы на те большие жилые площади, которыми находится в собственности небольшого количества людей, налогоплательщиков, но количество этих квадратных метров очень велико. Будем помнить, что у большого количества участников, так скажем, рынка недвижимости есть по многу недвижимости, по нескольку квартир, которые они используют для операций на рынке. Именно эти метры, по моему мнению, должны стать как раз той основой, тем объектом налогоблажения, которые бы обеспечили поступление в бюджет самоуправления, а не эти однокомнатные, двухкомнатные квартиры, в которых живет большинство наших жителей. В этом заключается предложение, которое я передал в бюджет этого года. Бюджетная комиссия, понятно, его отклонила. Это было бы странно, если произошло что-нибудь по-другому. Но я обращу внимание, что за этой политикой правительства и соответствующих депутатов не экономический расчет, а просто тактика не пропускать никого вперед из оппозиции. Даже в том случае, когда я предложил внимательно прочитать закон о диаспоре, который был принят еще в прошлом году, и который предполагает, что в том случае, если наш эмигрант реэмигрирует и возвращается в Латвию с пенсии, которую заработал где-нибудь в Англии или в Ирландии, то он продолжает ее получать, и применяется при этом налогоблажение, значит, неблагаемый минимум, который определен в стране назначения пенсии, в той же Англии или в Ирландии. Это было не сразу, так сказать, отвоевано. Предложение впервые было внесено, называется «Эропс Латвиша Апфенива», значит, «Объединение европейских латышей», если дословно переводить. Это очень большая организация, которая создана в европейской части, в западной части Европейского Союза. В ней действуют, работают и пользуются авторитетом не только, кстати, латыши, там есть и люди другой этнической принадлежности, там есть и не граждане. И, кстати, эта организация отличается очень демократичным взглядом на вещи. С ней сотрудничать легко, и понимают они наши обстоятельства, нашей политики точно очень хорошо. Это они предложили меру, которую я только что вам оставался рассказать. Так вот, я к тому уклоню, что она была поддержана, в законной диаспоре она находится. Но там это связывается с принятием нового закона, точнее, с поправками в действующем законе о подоходе налоги с населения. Моё предложение было в том, что в конце концов нужно просто эти поправки сделать, и сделать это до конца этого года, чтобы в 2020 году эта норма уже вступила в силу. Так вот, депутаты от правящей коалиции в бюджетные комиссии сказали, да, это правильно, но поддерживать мы это не будем, потому что сделаем всё это сами, это уже находится в работе. И голосовали против этого предложения. Вот это отражает, повторяю ещё раз, да, особенности латвийской политики. Ну, в частности, это вообще тема отдельного разговора. Вот перед нашей встречей я тебе уже сказал в двух словах, как изменились нравы всеми после того, как бывшие оппозиционеры вошли в правительство, как они по старинке продолжают нападать на правительство, забывая, что там уже как бы сидят свои. Всё это весело бывает. А сценарий-то уже поменялся, да. Да, но и забавно, тем не менее, полагаю, с другой стороны, это как-то разламывает те традиции, с которыми Латвия привыкла жить, ну, добрых 20 лет, наверное. Традиция фактически полного игнорирования оппозиции в парламенте, да, вот такая традиция. Если в целом. Я понимаю, что есть нюансы, но в принципе. Да, об этом я говорю. Вместе с тем, она ещё и о том, что депутат, который избирается в Сейм, он избирается не оппозиционером и не членом правительства. Он может стать и членом правительства, он может стать в глубоком осадке, как за низкомечником в Сейме. Всё зависит от того, с каким весом его список войдёт в парламент. Наши порядки таковы, что оппозиция игнорируется категорически. Больше того, любая инициатива, которая внесена, должна быть торпедирована по определению. Очень редко. Поскольку это представители оппозиции. Очень редко приходится, в результате сделок политических, удаётся добиться своего. Причём этот торг иногда затягивается на месяца. Это не отражает, условно говоря, демократичность нашей парламентской системы, но такова она уж есть, к сожалению. Да. Не могу не спросить о другой теме. Я думаю, что многие радиослушатели знают, что вы возглавляете ваш шоу уже многие годы. И я так понимаю, что были попытки через МАНА БАУСАВЭ тоже сделать соответствующие такие инициативы, связанные с защитой вот этого билингвального образования. Я так понимаю, не очень успешные, да? Наша инициатива была направлена не на защиту билингвального образования, а мы, строго говоря, всегда возражали против той системы, которая была сложена в 2004 году. Хотя сейчас она считается уже хорошей, солнце в окошке, в сравнении с тем, что нам предложил господин Шадурский осенью 1917 года. Вообще в осенью 1917 года много что произошло. В частности, были приняты в правительстве к рассмотрению эти поправки на законах образования. Так вот... В 1918 году осенью. В 1918 году он был принят. Да. А в 1917 году, об этом Шадурский впервые сказал, и в правительство поступили проекты этих законов. Я к тому, что организация, в которой я активно работаю, выступает за то, чтобы при всех нововведениях, имеющих отношение к образованию национальных меньшинств, обязательно, внимательно заслуживались те, кого называют заказчиками образования, родители детей, которых они отсылают в свои школы. Люди, наши многоплательщики, родители рассматривают школу продолжением своей семьи, ожидая, что семья обеспечит им все те возможности, которые сама семья не может дать, обеспечить своим детям. И в том случае, если государство само по своему усмотрению решает, что хорошо, что плохо, даже вопросы не задавая родителям, получается продукт, которым пользоваться чаще всего нельзя. То, что сложилось сейчас с теми образования, безусловно, вызывает очень серьезную тревогу. Инициатива нашей организации заключается в том, что должен быть принят в конце концов специальный закон об учебных заведениях национальных меньшинств, который предполагает свои правила выбора языков обучения. Такой специальный закон возможен. Его предполагает действующий закон образования. Чем он хорош? Он хорош тем, что он не ставит перед родителями, которые добиваются образования и обучения своих детей преимущественно на языке своей семьи, а для огромного большинства лиц, касающихся, которых касается эта реформа, это русскоговорящие жители Латвии, они не ставят правительство всем перед необходимостью менять действующий закон. Специальный закон его дополняет. И в том случае, если учреждается новая школа, нового типа школы национального меньшинства, по получению конкретного предложения от вполне определенного в законе количества родителей, то в этой школе школьный совет сам определяет тот объем обучения, который осуществляется на языке национального меньшинства, но при этом, безусловно, некоторые предметы могут быть в законе обозначены как необходимые для изучения на латвийском языке. Второй вариант создания такого учебного заведения – это его учреждение путем реорганизации действующей школы по представлению совета школы. В том случае, если такое представление приходит в самоуправление, которое является учредителем действующей ныне школы, то самоуправление его согласовывает, и соответствующая действующая школа становится школой учебного заведения национальных меньшинств, которая работает по тем же правилам, которые он только что сказал. Таково наше предложение. Этому проекту уже много лет. Впервые оно было сформулировано летом 2004 года, и тогдашний премьер-министр Индолес Эмсис его поддержал. Оно было хорошо тем, что оно как раз обеспечивало возможность правительства сохранить свое лесо и ничего не менять в правиле о переходе в 2004 году к обучению из 10 класса только на государственном языке, с одной стороны, а с другой стороны давало реальную возможность уйти от этой падающей плиты. К сожалению, тогда правительство Эмсис долго не устояло. Осенью оно ушло в отставку и было, собственно говоря, отправлено в отставку самой народной партии по совсем другим причинам, которые не имеют отношения к образованию национальных меньшинств. Этот закон долго ждал своего часа, и я полагаю, больше потребностей, чем сейчас, едва ли мы в этом законе когда-нибудь дождемся. Поэтому мы внесли эту инициативу для обсуждения на платформе, на портале Manobals.lv. Это очень авторитетная организация, которая действительно много делает для того, чтобы государстве, наши сограждане получали возможность политического участия в управлении и в принятии решений. Есть масса примеров. Это признано во всем мире, больше того, ее руководитель Эманс Брейдакс выступал во многих европейских и неевропейских только столицах, где, в общем-то, получил восторженный прием специалистов и признание той работы, которую они выполняли. Но вот здесь платформа споткнулась, на мой взгляд. Они консультируются, конечно, это понятно, они в каждой теме, они специалисты, и, понятно, не любое предложение можно принимать для обсуждения, хотя потому, что бывают заведомо провокационные, с этим можно считаться. Но вместе с тем, предложение, которое я только что изложил, экспертами платформы Manobals.lv. было принято в 1917 году как противоречащая Конституция, и что полная чепуха. Причем выводы были сделаны со ссылками на преамбулы нашего Конституции, основного закона государства. Но на самом деле преамбула Конституции не является нормативным документом, это декларация, ее интерпретировать может кто как хочет. Но вот платформа это убедила, что на самом деле мы работаем будто бы против Конституции. Повторяю, это не соответствует действительности. У нас мало остается времени, поэтому еще один вопрос задам, если можно коротенько. Зато Конституция, видимо, соответствует такая провокационная инициатива о демонтаже памятника освободителям, которого, кстати, сейчас 7 будет рассматриваться. Именно на это мы указали в своем ответном письме о платформе. Вы утверждаете, что мы раскалываем общество своей инициативой, разрушаем латышскую политическую нацию, как было сказано одним из экспертов, и на самом деле предлагаете общество еще больше расколоть, чем оно уже раскалывалось сейчас. Это, конечно, провокация. Больше того, это провокация, которая просчитана, намерение ее заключается в том, чтобы не давать поднимать голову тем, кто не согласен со многими художествами нынешнего режима. В эту же область предложений надо отнести предложение одного депутата из нашего семьи, господина Шнуры о запрете ношения мундиров, участников Второй мировой войны, победителей в Великой Отечественной войне, бывших красноармейцев, которые приравниваются к войнам гитлеровской Германии. Это возмутительное событие. Об этом будет еще разговарив в четверг на следующей неделе. Как поступят сейм? Мне говорить сейчас сложно. Комиссия Паром Человека, Сейма, это предложение поддержала. Это, конечно, возмутительно. С Вашего позволения, Абик, я вернусь к теме, о которой я только что говорил, закончу буквально своими фразами. Мы свое предложение о принятии закона об отчетных заведениях национальных меньшинств для обсуждения, для поддержки, выставим на другой платформе. Называется она Change.org. Эта платформа установлена на серверах, которые находятся в Америке. И там можно разной инициативой. Если она будет на русском языке, она дает меньшие возможности, ну, по крайней мере, оценить спрос наших избирателей в том, нужна ли такая система образования, которая дает возможность выбора языка обучения в общеобразовательной школе. И, возможно, мы будем этим заниматься впредь. Мы это не оставим без внимания. Я говорю сейчас об организации, которой руковожу. Ассоциация поддержки школ с обучением на русском языке. Лошар. Игорь Пиминов у нас был в студии, депутат Сейма. Ну что ж, пожелаю вам удачи и в принятии бюджета, если тут уместно слово «удача». Ну и, конечно, в отстаивании прав нацименьшинств на образование на своем родном языке. Большое спасибо. Спасибо за то, что пригласили.